Есть христианские праздники, о которых знают буквально все, и могут в двух словах их описать. А что такое Сретение Господне? Сретение Господне – один из двунадесятых праздников христианской церкви, то есть главных праздников, которые отмечаются 15 февраля. В переводе с церковнославянского «Сретение» – это встреча, точка во времени, где встретились Ветхие и Новые Заветы, Древний мир и христианство. На этот праздник также принято освещать свечи. Читаются особенные молитвы. Эти молитвы читаются лишь раз в году. Человек должен помнить, когда держит перед собой свечу, что и от него должно исходить тепло, и должен исходить свет. Как Господь сказал, «Так да просветится свет ваш при человеке, да видит ваши добрые дела и приславляет Отца вашего Небесного». Вот об этом надо всем помнить. Две недели назад в собор князя Владимира в очередной раз привезли мощи Святой Матроны Московской. Они были доставлены из города Нижний Тагил. До 1 марта все желающие могут приложиться к частицам мощей и помолиться. Многие люди почитают эту святую, потому что знают, что было много чудес, исцелений по молитвам к этой святой. Однажды ко мне подошла женщина и очень просила помолиться за ее сестру. Очень она тяжело болеет, с трудом передвигается. Я ей сказал, вот, помолитесь Господу, Божьей Матери. Также, видите, сейчас в нашем храме находится мощь Блаженной Матроны. Вот к ней обратитесь с молитвой. Проходит неделя, вижу снова эту женщину. Она говорит мне, спасибо, моей сестре уже лучше. Ну вот, сами видите, да, что человек получает помощь. В храм приложиться к мощам люди приходят каждый день, и заметно, что за эти дни число прихожан увеличилось. Как было отмечено отцом Дионисием, те, кто живут без веры, ждут чуда, не меняя при этом свою жизнь. Все, что с нами случается, какие-то болезни, тяжелые болезни, скорби, испытания, все это Господь ради нашего блага посылает. Вот, и если нам на пользу исцеления, то после того, как мы обращаемся с верой к Нему, к Его угодникам, то есть к святым, к Божьей Матери, то все возможно Господу, и происходит с нами исцеление. Но только надо после этого снова приходить в храм, благодарить Господа, Его святых за эти случаи, вот, чтобы тогда Господь нас никогда не будет оставлять. Субтитры сделал DimaTorzok